Современная наука подарила нам знания, которые позволяют анализировать множество столь загадочных и невероятных фактов. Размышления о некоторых вещах заставляют нас трепетать перед масштабами и возможностями Вселенной. И хотя нам иногда сложно воспринимать такую информацию, мы все же думаем о своем происхождении, о связи с космосом или о внеземном разуме. Благодаря современным исследованиям наши выводы могут быть очень захватывающими, ведь всем интересно, что там да как. Вселенная. Такая огромная, холодная и загадочная. Но один из самых поразительных выводов, который был сделан, заключается в том, что эта Вселенная находится внутри нас. Слишком поэтично, скажете вы. Но факт в том, что в бескрайнем космосе и в организме человека самыми распространенными являются одни и те же химические элементы – водород, кислород, углерод и азот. Все эти элементы образовались в недрах звезд, которые, взрываясь, распространяли материал для рождения звезд следующего поколения – планет или для зарождения жизни. Осознание факта единства с чем-то непостижимым вдохновляет, не так ли? Мы не состоим из каких-то редких изотопов, встречающихся только на нашей планете, и это наводит на еще одну интересную мысль. Возможно, мы все-таки не одни во Вселенной? И если инопланетяне существуют, то насколько они могут быть развиты? Известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон описывает интересную и одновременно тревожную мысль. Он приводит пример совпадения ДНК человека и шимпанзе, которое составляет почти 99%. Несмотря на такое сходство, люди имеют очевидное превосходство в интеллекте. Получается, все, что мы из себя представляем и что отличает нас от шимпанзе, появляется примерно в одном проценте отличия в ДНК. Это просто невероятно! Для нас эта разница в интеллекте кажется огромной, ведь шимпанзе, например, не способны спроектировать космический телескоп Хаббл. Но, может быть, наш интеллект так развит только в нашем представлении? Ведь мы считаем, что проектирование телескопов, полет в космос и запуск ракет – это невероятное достижение. Но, может, все наши познания Вселенной в том виде, в каком мы ее представляем, практически ничем не отличаются от той же обезьяны, которая связала два движения пальцами с языка жестов? Может быть, эта разница не такая уж и большая? Мы-то себе говорим, что это много, а может быть, почти ничего. Представьте другую форму жизни, которая будет настолько же умнее нас, насколько мы умнее шимпанзе. А это, на секундочку, всего один процент. Только подумайте об этом. Кто мы для них тогда будем? Просто слюнявые, тупоголовые идиоты по сравнению с ними. Они взяли бы Стивена Хокинга, выкатили бы их главным исследователем, сказали бы, Вот этот у них вроде самый толковый. Он в уме умеет астрофизику. О, какая прелесть! Да наш малыш Джонни тоже так умеет, как мило. Джонни, кстати, мы сейчас на цепь посадили. Вчера. Сложно даже вообразить, насколько они могут быть умными. Возможно, их дети проектируют спутники и понимают все то, в чем не могут разобраться даже самые величайшие умы человечества. Все знания, которые кажутся нам непостижимыми – квантовая механика, теория, струн, темная материя, происхождение жизни – могут быть им понятны на интуитивном уровне. Все симфонии будут написаны и попросту висеть на их холодильнике, как детские аппликации на наших холодильниках. Но еще сложнее представить разницу, например, в 5%. Все это заставляет задуматься – а будут ли для таких разумных видов интересен контакт с человечеством? Ведь мы с вами не спешим вступить в диалог с насекомыми. Когда вы в последний раз пытались поговорить, например, с червячком или птичкой? Ну, то есть вы, может, и говорили, но я не думаю, что вы ожидали ответа, правда? Мы не ведем диалога ни с каким из других видов на Земле, с которыми у нас есть общий ДНК. Так же могут поступать и наши инопланетные друзья. Возможно, мы еще совсем глупы и просто не способны понять эту Вселенную. Но так же поблизости могут существовать и те формы жизни, которые пока не догнали нас в развитии, или не обладают разумом вовсе. Это звучит как вполне уважительная причина, по которой никто не пытается с нами связаться. Как бы то ни было, мы не устаем ждать и посылать свои сигналы в космос в надежде на ответ. Ну вот, вы досмотрели видео до конца, видать, оно вам понравилось. А это значит, что самое время щелкнуть лайк под этим видео и подписаться на канал. Ведь у вас тоже есть вопросы, которые пока не имеют ответа и не дают вам покоя. Субтитры создавал DimaTorzok